Продолжение следует... ...комиксов о Скотте Пилгриме в специальной упаковке. И я думаю, что мало кто его видел, и я бы хотел очень поделиться этим с вами и показать вам, что же там всё-таки внутри. Поэтому давайте посмотрим. Итак, собственно, вот она упаковка. Это именно то, что мне пришло. Открыв пакет, мы обнаруживаем в нём уже сразу же, как видите, Скотт Пилгрим The Complete Series. Вот тот самый бокс-сет. Как видите, основное отличие всех с полного собрания комиксов от именно этого бокс-сета, это вот в этой коробочке, которую оформил Пол Робертсон и, соответственно, сам Брайан Лео Мейли. Как видите, здесь все шесть томов Скотта. Естественно, да, шестой самый толстый, самый последний. Как видите, всё запечатано. Прекрасно так. Всё пришло именно из Канады. Здесь вот ценник в 72 американских доллара. Хотя при всём поэтому мне это всё пришло из Великобритании. Итак, вот давайте я вам даже покажу. На этой стороне, если так хорошенько приглядеться здесь, оформление как раз такое же, как было в игре. Это оформление от Пола Робертсона. Здесь вот оно продолжается. Тут та самая дверь в подпространственный тоннель. Ну, естественно, здесь все пишут то, что это бестселлер, лучшая графическая новелла. Здесь вот, в частности, картинка именно самого Брайана Лео Мейли. И здесь также фраза Джосса Уидона, которого мало кто знает. Но это один из двух братьев Уидонов, авторов сценариев и режиссёров, например, такого творения, как Доктор Хорребл Сингалон Блок. Он здесь говорит, что это, как видите, лучшая книга. И то, что это хроника времени, да ещё и с кунг-фу. Ну, собственно, что? Я думаю, надо перейти дальше и потихоньку открывать, смотреть, что же внутри. Итак, вот мы распечатываем. Здесь, естественно, у нас содержится все шесть томов. Начиная с первого, ну и заканчивая, соответственно, последним. Как видите, да, коробочка внутри ничего из себя не представляет. То есть она вот самая обыкновенная такая для хранения комиксов. Естественно, все комиксы такие же, как и были в оригинале. То есть это именно оригинальные издания, а то не пресс, всё как положено. Они все такие же, как если бы их мы покупали отдельно, но только одним комплектом. Те, кто читал, я думаю, не знают, что единственный том, где есть цветные страницы, это четвёртый том. Здесь даже есть вот такая картинка Get's It Together, стилизованная под Соника. Ну, очень прекрасно. Ну, я думаю, что те, кто... В принципе, я думаю, что смысла нет особо объяснять, кто такой Скотт Пилгрим. И в чём основная особенность именно этой серии комиксов. Потому что я думаю, что все и так уже с этим знакомы. Также здесь идёт ещё вот такая вот, лежит между третьим и четвёртым томом, вот такая вот бумажка. На самом деле это не просто бумажка, это постер. Постер, причём постер формата А4, ой, не А4, А3, прошу прощения. Вот, он сложенный в несколько раз, отличного качества. Его также рисовал Брайан Лио Мэйли, но, правда, не только он. Он здесь его рисовал ещё в савторстве с кем-то, но я точно не скажу сейчас, поскольку... А, вот, Брайан Лио Мэйли и Рика Ренци на коробочке всё указано. Постер очень хороший, на самом деле. И буду теперь думать, куда его повесить. Хотя, с другой стороны, издание коллекционное, и как-то сложно думать, вешать ли постер, или всё-таки сохранить его как есть в коробочке. Вот, я думаю, и это всё, что я хотел вам показать. Всё-таки, в конце концов, это просто анбоксинг, самый простой такой книжечки с комиксами. И я думаю, что вам было интересно на это посмотреть. Спасибо за внимание, и всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok